Я представляю клинический случай вашему вниманию применения неволумаба у больного метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи. Значит, мужчина 1967 года рождения, 52 года, с начальным статусом ЭКОК-1. С февраля 2017 года по март он находился на стационарном лечении в лоротделении с диагнозом рак левой нёбной миндалины Т2НХМХ. Гистологическое заключение – плоскоклеточный рак. По сопутствующей патологии отмечается хроническая форма в фибрилляции предсердия и гипертоническая болезнь. Значит, рекомендации были даны, консультация лор-онколога в онкодиспансере для определения дальнейшей тактики лечения. Значит, с апреля по июнь 2017 года была проведена химиолучевая терапия, общая доза 66 грей. Лучевая терапия была проведена на первичную опухоль и 46 грей на регионарные лимфоузлы с препаратом платины. 19 февраля 2018 года была проведена магнитно-резонансная томография челюстно-лицевой области мягких тканей шеи. Значит, заключение состояния после химиолучевой терапии опухолевых образований и увеличенных структурно измененных лимфоузлов костной деструкции на исследуемом уровне не выявлено. В июне 2018 года отмечается прогрессирование, увеличение метастатического подчелюстного лимфоузла слева и поверхностная инвазия во внутреннюю и наружную сонной артерии. В июле проведена селективная шейная лимфоденоктомия слева и биопсия опухоли плоскоклеточной рак, гистологическое исследование. Затем 27 июля была проведена суперселективная эмболизация сосудистой сети и МТС пораженных лимфоузлов метастатических из бассейна гипосферами, адсорбированной противопухолевым препаратом. Далее, консультирован 8 августа 2018 года в НИИ онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Там было рекомендовано проведение монохимиотерапии доцитокселом 75 мг на метр квадратный внутривенно капель на первый день или поклитокселом 80 мг на метр квадратный еженедельно. Или же режим введения раз в 3 недели 175 мг на метр квадратный в день первый. И МРТ мягких тканей шеи через 2 месяца в сравнении с МРТ от 7-го 2018-го. Пациент, явившись к нам в онкодиспансер, был отправлен на онкоконсилиум и там было принято решение проведения иммунотерапии НИВАЛУМАБАМ. Значит, с сентября 2018 по ноябрь 2018 года он прошел 5 циклов НИВАЛУМАБАМ в стандартной дозе 3 мг на килограмм 2 раза в месяц, раз в 2 недели. При контрольном обследовании, здесь оно не представлено, к сожалению, пациент достался мне по наследству от другого доктора. И поступил он совсем вот у меня в пятницу, я у него все-таки взяла данные МРТ-обследования вот за ноябрь. И там, конечно, псевдопрогрессирование, но под вопросом. Псевдопрогрессирование, увеличение опухоли, ранее было 19 мм в диаметре. Так, до 24 мм, увеличение около 20%. 21 у меня написано. Так, по шкале рецист здесь не оценить. Итак, консультативное заключение от 14 августа 2018 года имени НИИ Петрова, значит, рекомендовано продолжить иммунотерапию НИВАЛУМАБАМ в прежнем режиме стандартной дозировки 3 мг на килограмм раз в 2 недели. И МРТ мягких тканей шеи через 2 месяца в сравнению с последним обследованием от ноября 2018 года. Проведение рентгена органов грудной клетки УЗИ брюшной полости. Сейчас, на сегодняшний день, он у меня прошел 13 курсов иммунотерапии. В пятницу был проведен 14 курс иммунотерапии. И вот на этой неделе, жалко, что на неделю позже выступления можно было бы доложить, какая динамика уже после 4 месяцев, после прогрессирования, псевдопрогрессии так называемой, оценить динамику. Очень надеюсь, что, конечно, она будет положительной. Назначила КТ органов грудной клетки, КТ брюшной полости и МРТ мягких тканей шеи и челюстно-лицевой области. Что могу сказать у пациента? Сохраняется хороший статус ЭКОК, он работает, общее самочувствие у него хорошее, слабости совершенно нет. И, конечно, самое немаловажное значение имеет это болевой синдром. Вот здесь написано, уменьшился, но у него он полностью исчез. То есть его боли не беспокоят совсем. Изначально болевой синдром был. В принципе, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Яна Александровна. А какие вот вопросы, что бы вы хотели дальше узнать об этом пациенте? И какие у вас возникли вопросы по поведению данного пациента? У меня какие вопросы в плане дальнейшей тактики? Есть ли все-таки псевдопрогрессия? Ну, ПДЛ не определялась у него, это выяснила. А какие вопросы? Будут вопросы, когда по обследованию увижу, есть ли динамика или нет. Потому что все-таки клинически болевой синдром уменьшился. Яна Александровна, спасибо большое. Вот Светлана Анатольевна сейчас хотела бы прокомментировать. Яна Александровна, спасибо вам большое за представленный случай. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, первую линию терапии вы проводите неволумабом, не проводите химиотерапию. У вас были какие-то основания к этому? ПДЛ вы не проверяли, да? Нет, ПДЛ не определялась. Ну, вот была, наверное, возможность взять пациента на иммунотерапию. Есть хорошие результаты иммунотерапии. И почему нет, если есть такая возможность? Так, то есть это у вас становится стандартом в вашем регионе? Или это парамедицинские показания? Хорошо, понятно. Нет, честно сказать, не могу, потому что консилиум и решение, брать ли пациента на то или иное лечение, проходил без меня. Потом проходил лечение изначально он у другого доктора. Попал ко мне, мне сложно ответить. Да, тем не менее, у вас хороший результат, с чем вас можно поздравить. Хорошо. А по поводу псевдопрогрессирования, вы сами говорите, уважаемая коллега, что пациент себя чувствует достаточно хорошо. У вас нет клинических признаков прогрессирования заболевания. И коль у вас нашлась возможность лечить пациента в первой линии достаточно прогрессивным таким методом лечения, то вопрос, наверное, сейчас не встает о прогрессировании заболевания. Вы его смотрите в дальнейшем в динамике. И если у вас не будет никаких клинических проявлений, конечно, его тогда нужно продолжать до истинного прогрессирования процесса или непереносимой токсичности. Чего у вас сейчас нет? Я думаю, так такое мнение осталось. Да, он консультирован был в НИИ Петрова. И там было выставлено псевдопрогрессирование после контрольного обследования в ноябре. Ну, увеличение по инструментальным методам исследования на 20% есть, поэтому сложно сказать. Клинически, да, болевой синдром уменьшился. И я так уверена, что динамика будет положительная. На этой неделе вот он у меня пообследуется. Да, еще раз повторяю, Яна Александровна, у него не появилось новых очагов. У него только увеличились старые очаги на 20%. При иммунотерапии такие явления могут быть, могут наблюдаться. Поэтому прекращать лечение, я думаю, что у всех наших коллег тоже не появится такое желание прекратить лечение у данного пациента. Нет, мы продолжаем, все хорошо. И очень надеемся, что будет хороший эффект. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Александра, как вы видите, как долго вы будете лечить этого пациента? Вы ограничены какими критериями? До прогрессированной, до непереносимой токсичности? И какие возможности? И я так понимаю, что сейчас есть препарат, правильно, в наличии? Да, 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 да. Возможность назначать пока есть. Так что будем лечить до прогрессирования. Светлана Анатольевна, да, вот все-таки с вашей точки зрения, учитывая тот большой опыт, который накуплен на нашем центре по лечению онкоэмологическими препаратами, какова оптимальная продолжительность назначения онкоэмологических препаратов? Она определена длительностью? Каждый конкретный случай, это каждый индивидуальный случай. Поэтому сказать, как долго может пациент получать иммунотерапию, это покажет, я думаю, только время. И осложнения, которые могут возникнуть, он переносит абсолютно хорошо. Очень большого опыта лечения, длительного лечения больных с опухолью головы и шеи, неволумапом у нас такого нет, мы вам сказать не можем. Но длительное применение, больше года, у нас такие есть случаи. Есть применение длительное приколы ректальном раке, но это другая тема, больше года. Да, переносимость хорошая. Яна Александровна, спасибо вам за представленный случай.